Вечернее шоу Аллы Довлатовой Добро пожаловать в нашу компанию. Кто только что присоединился к ней сейчас, мы сегодня говорим о наших различных животных, говорили о домашних животных, о том, какую пользу они нам приносят, но самое главное, то, что мы их любим. А когда ты испытываешь чувство, такое сильное чувство, как любовь, конечно же, это чувство делает тебя здоровее, моложе, лучше, но во всех смыслах этого слова. Поэтому за то, что мы их любим, они отвечают нам взаимностью и демонстрируют, что они любят нас еще сильнее, чем мы. Конечно же, это самая главная польза, и именно наше сердце становится добрее и лучше. Поэтому, говорят, детям надо обязательно иметь домашних животных, чтобы они становились в дальнейшем добрее, как люди. И тем не менее, о домашних животных мы уже поговорили, а вот я бы хотела сейчас поговорить об экзотических. Тем более, что ко мне пришли в гости музыкант, телеведущий, актер, а также защитник экзотических животных Валдис Пельш и его товарищ, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». И так выясним, каких экзотических животных мы можем держать дома. Ну что, продолжаем разговаривать о животных, теперь уже об экзотических. У меня в гостях Валдис Пельш. Валдис, привет. Добрый вечер. И президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, мы только что, у нас была битва кошатников и собачников. Вот я хочу у вас узнать, вы к какому лагерю относитесь? Я ни к тому, ни к другому. У меня аллергия на кошачью и собачью шерсть, поэтому я за рыб. За рыб? Да. А на рыбий корм у тебя нет аллергии? Просто я тоже аллергик, и у меня на все, даже на рыбий корм аллергия. А у меня просто нет рыб, поэтому у меня нет аллергии на рыбий корм. А ты не знаешь. Но я за рыб. Ну, я тебе могу сказать, что у тебя, короче, никого нет, да? Ты обделенный человек. Почему? Я жена, дети. А, ну я видел из животных. Я не сирота. Ты знаешь, сегодня мне наш слушатель прислал очень полезный лайфхак. Я поделилась, что у меня на все виды животных аллергия, даже на рыбий корм. И он мне написал, Аллочка, специально для вас, для таких, как вы. А теперь, получается, и для тебя, Валдис. Выведена порода. Йоркширский терьер – это чистая раса, и эта собака не вызывает у нас с тобой аллергии. Очень хорошо. Пускай она… То есть мы о ней будем знать, ее будем любить на расстоянии. Вот мое решение. Но если вдруг твои дети захотят завести собаку, это единственная порода, которую возможно держать в доме, чтобы у папы не чесался нос. Как хорошо, что мои дети не слушают русское радио и не знают об этом терьере. Но ты, тем не менее, все-таки любишь, я так понимаю, экзотических животных, раз ты вписался в интересную историю. А, прости, я же у Андрея не спросила. Андрей, а вы за кого, за кошка или за собак? Ой, у меня когда-то в детстве была кошечка, потом в юности собачка, но сейчас я тоже за рыб. Я дайвер, подводник, я только с рыбами. Но дома они у вас не живут? У меня в офисе большой морской аквариум. Вот как? Три с половиной тонны, и там живут все моллюски, креветки, рыбки. Потрясающе. А вот какую они вам придают пользу? Вы смотрите на них, медитируете. Почему вы это сделали? Медитация, да. Я каждое утро прихожу, смотрю, что там изменилось. Это коралловый риф. Огромное количество кораллов растет. Вот. Смотрю, что меняется, смотрю, кто куда пополз, кто за кем гоняется. Это прям целая биосфера там такая. Потрясающе. И телевизор не надо, понимаешь, включать. Ну, надо сказать, что Андрей, во-первых, он очень хороший нырячек и очень хороший подводный фотограф. Он просто раздает рыбам визитки свои. А, понятно. Выезжаете в Россию, да. А потом раз, и обратного билета нет. Продолжим шутить сразу после короткой рекламы красивой песни. У меня в гостях Валдис Пельша, Андрей Сухинин. Говорим о дикой природе. И почему? Потому что, оказывается, с 24 сентября по конец октября у нас проходит фестиваль, который называется «Золотая черепаха». Это фестиваль дикой природы. Что вообще за фестиваль, ребята? Ну, Андрею рассказывать, расхваливать. Рассказывать, да. Я хочу сказать, что я пять лет являюсь адептом этого фестиваля, и каждый раз этот фестиваль меня удивляет. А почему он это сделает, Андрей, расскажет сам. А вот мне интересно, почему ты являешься адептом этого фестиваля? Потому что я веду его открытие. Все, понятно. А потом хожу и наслаждаюсь бесплатно, потому что я не покупаю билет, потому что имею право, я веду открытие. Огромным количеством замечательных работ по дикой природе, этой фотографии, этой картины, и плакаты. Она, на самом деле, очень разносторонняя. Ну, так вот теперь, Андрей, что за фестиваль? Целый год проходит большой международный конкурс в трех жанрах. Это фотографии дикой природы, это живопись на тему дикой природы, это эко-плакаты. Международный по-настоящему. В этом году в конкурсной части принимало участие 107 стран. Это 107 стран. А людей сколько? Людей 4,5 тысячи авторов, которые прислали 14,5 тысяч работ творческих. Мы из них выбираем 200 лучших. Делаем из этого большую экспозицию. Люди приходят и кроме... А кто выбирает? Судьи кто, мне интересно. Международное жюри. А кто входит в это жюри? Это художники, я не знаю, фотохудожники. Три жанра. Фотографию судят фотографы. Звезды мировой фотографии. Звезды фотографии. Живопись судят художники. Международное жюри, собранное из художников. Ну, понятно есть. Ну, эко-плакаты, дизайнеры. А вот скажите, вот звезды фотографии, да, выбираете международное жюри. А вот кто из наших фотографов, вот звезды, вот кто из наших ребят? Ну, в этом году в жюри вошел Сергей Горшков. То есть это фотограф, ну, не побоюсь этого слова, номер один. Фотограф дикой природы в России. В прошлом году, в 20-м, он стал фотографом года по версии британского конкурса BBBBC. И за 50 лет существования этого конкурса британского впервые россиянин стал фотографом года. Гордость, гордость наша. Да, и вот Сергей в этом году член нашего жюри. Вашего жюри. Скажите, вот это обычные просто люди присылают свои работы? Ну, то есть вот, например, я сфотографировала? Что-то такое, да? Каждый человек может прислать свою работу. Более того, из года в год становится все больше претендентов на участие. Обычные люди, которые фотографируют на смартфон. Буквально сразу после этой прекрасной песни мы узнаем, вообще победители получат какие-то, может, денежные призы или подарки? У меня в гостях чудесный совершенно спикер Валдис Пельш и его товарищ Андрей Сухинин. Мы говорим про фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». И я у вас буквально несколько минут назад спросила, вот победители, люди участвуют, присылают фотографии, картины, свои работы. Да. А вот что они получат? Есть у вас призовой фонд? Призовой фонд есть. Победитель в каждой номинации получает эквивалент 1000 долларов США. А фотограф года, он один по итогам сезона, он получает эквивалент 2000 долларов США. Помимо этого, наши замечательные партнеры предлагают свои какие-то аксессуары для фотографий, рюкзаки. Подарки. Подарки, различные штативы, ну, для фотографов. Ну, ты вообще, Слава, Слава, вот почему ты не бежишь заявлять свои работы? Потому что тебя и так все знают. Идешь ты по улице, и говорят, вот Алла Довлатова, русская радио. А вот, допустим, идет какой-то известный фотограф, да, и говорит, вот, вот он идет. Это же победители, это же вот в номинации макро, допустим, или в номинации там животное естественное среди обитания. Я считаю, что любому художнику, конечно же, конечно же, нужно, чтобы у него был зритель, потому что это невозможно, ну, не может художник без собственного зрителя. Поэтому это, конечно, классная идея, это очень здорово. Итак, где проходит фестиваль? Фестиваль проходит в Новой Третьяковке. Ух ты. Это западное крыло, четвертый этаж, Крымский вал 10. Обращаю внимание, что лучше билеты покупать заранее. Дорогие билеты? Поскольку полный билет стоит 450 рублей, есть льготные 300. В смысле, когда одна голова пришла на выставку? Нет, для определенных категорий, для бабушек. А, понятно, все понятно. Детки до 7 лет бесплатно. Да, и билеты лучше покупать заранее, поскольку в этом году все онлайн. Их можно купить на сайте Золотой Черепахи, их можно купить у нашего... У нашего партнера, компания Озон, в интернет-магазине. Ну, классно. Короче, как найти билеты, это понятно. В общем, бери детей и завтра с утра пораньше. Ну, куда завтра? Давай хотя бы в выходные. На выходные будет биток. Народу много, да? Конечно. Очень много людей в выходные хочет прийти на эту выставку. Ну, хорошо. С утра пораньше. Тебя завтра встретят, все покажут, тебе расскажут. Кстати, там очень интересная ретроспектива лучших работ за прошедшие 5, по-моему, да? 15. 15 лет. А вот скажите, какая самая классная, необычная, не знаю, фотография в этом году вас лично поразила? Вот сейчас Андрей сначала ответит, потом ты. Ну, для меня, наверное, самая поразившая меня работа – это работа, снятая под водой, подводным дроном. Наш известный фотограф Мишка Ростелев, он в этом году победил в номинации «Новые технологии фотографии» с этой работой. На, называется, по-моему, подводные поля, что ли, а, подводные пастбища. Там три гиппопотама подводные пастбища, ну, все, подводные пастбища, подводные пастбища. Ну, то есть понятно, что животные очень опасные, снять просто так нырнуть невозможно. Вот с помощью подводного дрона все получилось. Снял с языка, называется. Дело в том, что гиппопотам, одно из опаснейших животных, он перекусывает крокодила пополам. Да ладно, подождите, подождите, у меня уже мороженое было. Он же бегемот. Это который бегемот? Да, бегемот, который боялся прививок. Подождите, да мы же его кормили, вот просто вот ходишь, есть такие... Он перекусывает большого, крупного африканского крокодила пополам. Это когда он голодный? Когда он раздраженный. Бегает он, кстати, очень быстро. Поэтому, когда ты видишь эту фотографию, ты знаешь, что такое бегемот, первое, о чем ты думаешь, ты думаешь о том, что автор, он рисковал очень сильно. Что он очень смелый человек. Это вообще смертельный номер, да, но, слава богу, были найдены технологии, которые позволяют безопасно приближаться к таким великолепным, но очень опасным животным. Классно, приду, посмотрю на эту фотографию, заряжусь этими же эмоциями. Азуспельший Андрей Свихинин пришли топить здесь нам по поводу фестиваля дикой природы, который называется «Золотая черепаха». Но согласись, неплохо топим, неплохо. Вы это классно топите, это правда. Но я хочу сказать, что вообще, вот детей, я помню, когда я была маленькая, я считаю, что меня больше всего развило, вот мою душу именно, потому что я стала очень человеком таким сентиментальным, нежным, жалостливым. Ну, как, в общем, много-много всяких хороших черт во мне, кроме огромного количества плохих, развилось именно благодаря тому, что у меня мама каждую неделю, вот я сколько помню себя с трёх, наверное, лет, водила в русский музей и в Эрмитаж на выставке. То есть она всё время в меня вот эта вот живопись, вот эту классную, вот эту великую живопись, которую там можно посмотреть, вот в меня это пыталась внедрить и объясняла, рассказывала. И вы знаете, вот я, к сожалению, не такая хорошая мама, как мои дети. Я очень редко с детьми хожу куда-то, потому что время не мало. Я тебе сейчас жёсткую вещь скажу. Завтра перестань быть дрянью и становись хорошей. Да ладно, ты знаешь, мне где сядешь? На Крымский вал. Дорогой, там и слезешь. Вот спроси меня, Валдис. У меня с ума оценкой всё в порядке. Спроси меня, Валдис, ты уже пять лет ведёшь, ты за бесплатно ведёшь? Спроси меня. Да что, ты сам себе не бесплатно. По итогам фестиваля, мне Андрей даёт каталог, и мои дети выбирают каждой себе работу, которую они потом получают в качестве подарка и вешают каждую у себя в комнате. А ты своих детей уже отвёл на этот фестиваль? Естественно. Когда? Они в 24-е пошли. А, на открытии были. Всё посмотрели, и каждый год у тебя дети туда ходят? Ну, в прошлом году у нас было всё онлайн, собственно говоря, из-за определённых событий, но конечно. Ну, на самом деле, Валдис, может быть, ты и сказал, как ты сказал, жёсткую вещь, но по большому счёту это правда. Наверное, детей много на этом фестивале у вас, потому что это очень полезно с детьми приходить на такие мероприятия. Кстати, с этого года стали униформу давать ведущему. Крутые худи с принтами с животного мира, и потом они достаются тебе. Поэтому явная выгода. Ну, хорошо. Кого больше среди зрителей? Детей, взрослых? Ну, конечно. Школьники, может быть? Взрослых, больше женщин почему-то. Но в выходные семьи приходят с детьми, конечно. Мы организуем экскурсии прям целыми классами. Вот, а для школьников? Вот я только хотела спросить, ходят? Раньше, я помню, мы в школах когда были, мы всё время ходили в какие-то музеи. Это прям было популярно. К вам много ходят школьников? Ходят, ходят. Прям целыми классами приезжают. Мы организуем экскурсии, наши известные фотографы прям по выставке ведут, рассказывают, как снято, чем снято, что за животное, где обитает. Там же, на самом деле, очень интересно ещё узнать, как этот кадр был сделан. Сделан, да, да. Потому что есть история, когда автор там пролежал 4 часа на одном месте, потому что он фотографировал какого-нибудь маленького зверька, который очень пуглив. И ему нельзя было вот так кашлять. Да, ему нельзя было кашлять и всё остальное. Да. Он был экологически абсолютно нейтрален. Практически как у Мавзолея. Вот солдаты, которые стоят, вот художники, наверное, так же работают. Балдис Пеш, Андрей Сюхинин сегодня со мной. Говорим про дикую природу, потому что проходит фестиваль «Золотая черепаха» прекрасный. Слушайте, а вот скажите, ну хорьками, мини-пигами там уже никого не удивишь, но тем не менее, в последнее время всё чаще и чаще люди заводят в себе каких-то экзотических животных. Мы сейчас за эфиром выяснили, что Андрей, оказывается, 4 года жил, кто его? Хамелеон в Мадагаскарске. Хотя живут они 2 года. Да, то есть получается в обычной среде животное, вот это вот экзотическое, живёт меньше, чем дома, в зоопарке, в цирке, не знаю, да? Но то же самое касается дельфинов, которые в дельфинарии, несмотря на достаточно стеснённые условия для проживания, они живут в 2 раза дольше, чем в дикой природе. Но с чем это связано? С тем, что у них нет врагов, нет болезней, есть постоянная кормовая база, медицинское обслуживание. Но скучно. Откуда ты знаешь? Слушай, ну я вёл шоу вместе с дельфинами, что я с дельфинами на эту тему не разговаривала. Да, конечно. Они говорят, вообще здесь хорошо, санаторий, но скучно. Ну ладно. Да. А если вот, например, дельфина выпустить, вот этого, вы не обсуждали этот фильм? Они не приспособлены уже. Нет, я понимаю, что он вернётся? Нет, скорее всего да, потому что там дельфины, они уже в третьем-четвёртом поколении. Почему они так хорошо исполняют трюки? Они с молодых ногтей смотрят, как их родители, в основном он с мамой ходит. Вот, выполняют трюки и начинают повторять. Поэтому обучение вот этого уже династийного дельфина гораздо проще, чем дикого. Какая прелесть, классно. То есть получается, что, ну а действительно, а как вот, например, родился детёныш в, я не знаю, в зоопарке? Это же касается не только животных, в цирке, я не знаю, или в том же дельфинарии. Его же не выпустишь, правильно? Неприспособленного. Поэтому, естественно, они там и живут, и плодятся, и размножаются. Логично. Ну, то есть генетически. И то есть получается, это как воспитание, как взрослые. Совершенно верно, да. Да, воспитывают детей гениально, как интересно. Так всё-таки про вашего хамелеона. Андрей, ну расскажите, как это вот с хамелеоном-то жить вместе? В квартире строится такой террариум большой. У меня там вода текла, какие-то орхидеи росли. И в них живёт хамелеон. Большой, крупный, самец, красавец. Он не опасный? Ну нет, конечно. Он за стеклом. А если, например, он выпрыгнет? Нет, он полностью изолирован. А, то есть он не может оттуда. Да, насосами там прокачивается жидкость. Ему создают специальные условия. И есть окошечко, где я пинцетиком. Ему туда сверчков. Еду каждую неделю на птичий рынок. Покупаю целую бутылку, вот эту пластиковую, полуторалитровую этих сверчков. И по одному туда ему подбрасываю. Ну, как во всех фильмах, он прям языком, своим длиннющим, там 30 сантиметров язык, этих сверчков съедает, хрустит ими, глазами крутит. Ну, ему-то нравилось у вас жить? Ну, конечно. Слушай, я сейчас подумал. Среди орхидеи водопадов. Я сейчас подумал, я сейчас подумал. Значит, вот помните, был этот осьминог, который предсказывал футбольные матчи? Его звали Пауль. Вот. Хамелеону нужно подсовывать лотерейный билет. И он показывает, какие цифры, значит, нужно заполнять. Спорт лотом. Шикарная идея. Это, кстати, будет тема, мне кажется, другого фестиваля. Правильно? Почему нет? Спасибо, Валдис. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Очень красивый пей. Валдис, Пельша, Андрей Сухинин. Мы сегодня говорим про дикую природу. Ну и, конечно, вы сказали, что для того, чтобы делать такие фотографии, которые участвуют в вашей выставке, нужна смелость фотографам. Я с этим спорить не буду, но мне интересно, вот ваши, какие самые смелые поступки в жизни совершили вы? Андрей, Валдис, начинай ты. Ну, на самом деле, помимо смелости, я еще хочу добавить, нужно еще колоссальную выдержку, потому что десятками дней фотографы сидят на заимке и ждут кадра. Там 60-70 дней, это нормально. Понятно, что терпение, да. Я все-таки хочу услышать ваш смелый поступок, Валдис. Слушай, ну, я не знаю. Но я рекордсмен России, Европы и мира, участник рекордов, правильно? Не так говорить? В больших формациях. Вот. И там было ряд прыжков. Максимальное количество парашютистов в одной формации, в которой я ходил, 212 человек. А какую вы делали фигуру? Мы собирали фигуру, мы ее не собрали, это вот в 12-м году. Мы собрали 207 на подходе, это не считается, потому что должно быть. 212 заявлено, 212, там такая свалка. И вот выйти из этого, и потом вернуться на прыжок, на следующий прыжок попытаться сделать новую попытку, я считаю, что что-то героическое в этом есть. Потому что там надо вращать головой, особенно под раскрытым куполом, когда все идут на приземлении, 212 парашютистов на 360. И столкновение, то есть рекорд засчитывается, если все живы в течение 24 часов. Это говорит об опасности этого вида спорта. Ну, наверное, это какой-то смелый поступок, совершенный мной. Но было очень весело. Это очень круто. Так, Андрей. Слушай, тогда короткий вопрос сейчас. Давай. Потому что я когда-то в юности прям мечтала прыгнуть с парашютом, но у меня веса не хватало. А потом, когда уже родила первый раз, я придумала. 120 килограмм – предел для прыжка в тандеме. Нет, мне не хватало. Поскольку ты весишь менее, гораздо менее 120 килограмм, три довлатовых помещаются на чашке весов. Иди и прыгни в тандеме с инструктором. Сама не прыгай. После того, как я родила, все, у меня пропал интерес к этому. У меня инстинкт самосохранения слишком высок. Но послушай меня. Вот у меня вопрос такой. От чего зависит, что вот у кого-то не раскрывается парашют? В следующем эфире я тебе расскажу. Хорошо. Так, Андрей, ваш самый смелый поступок. Ну, я четыре года назад нечаянно стал альпинистом. Круто. Да, и поэтому, наверное, за эти четыре года 14 пиков. Восхождение. Восхождение успешных. Поэтому, наверное, каждый год очередная вершина становится, самым смелым поступком, поскольку каждый год ты увеличиваешь сложность, увеличиваешь технические какие-то подходы, навыки. Предыдущая какая была вершина? Ну, предыдущая в прошлом году был Эльбрус. Из-за ковида Альпы были закрыты. А теперь куда вы пойдете? Теперь я пойду, готовлюсь, второй год готовлюсь к Маттерхорну. Высота? Высота 4600 с копейками. Но не высота важна. Важна техническая сложность. Очень сложная вершина в швейцарских Альпах. Поэтому в этом году не получилось. В июле был, когда дожди, когда заливали там города. Германия, Швейцария, Австрия. То есть в следующем году рассчитываете взойти на эту вершину? Взойти, да, взойти на Маттерхорн. Мне было безумно интересно, с интересными собеседниками очень быстро летит время. Поэтому спасибо вам большое за компанию. Я хочу все-таки напомнить, что надо сходить на ваш фестиваль «Золотая черепаха», который до конца октября проходит в новой Третьяковке с детьми, конечно же. Если сейчас слушают нас директора школ, ребят, давайте прям целыми классами. Ну, а я обещаю, что я с вами обязательно приду. По поводу прыжка с парашютом, то, что тебя как отрезало после родов, клин клином вышибают. Ой, ладно, Валочка, поговорим с тобой в другой раз, когда ты мне сначала расскажешь, от чего не раскрываются парашюты. Оставляю вас в компании с Димой Морозовым. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо.